Всё к лучшему! Вот это пятница! Пятница! В прошлую пятницу у Юлии Барановской Ну а что, дорогие мои любимые, дождались, наконец, у нас Александр Панайотов в гостях. Саша, привет! Привет всем, ребята! Всем привет! Как ты отлично выглядишь, игриво, по-пятничному, вообще! Я старался, я вообще люблю всегда к вам приходить, и каждый год, и оказывается, мои фанаты сегодня выложили, как это было в прошлом году, и тоже я был в чёрном, и я подумал, что, ну, надо не изменять традициям, и я поэтому в чёрном. Юля тоже пересмотрела эту запись, видишь, тоже пришла в чёрном. Она у неё вызбрана. Макс, это серый, но ничего, я тебе в год любви всё прощаю. Серым людям серый цвет! Ну что, Саш, мы очень рады тебя видеть. И, конечно же, дорогого гостя мы хотим встретить супердорогой песней, которая получила золотой граммофон, твоя, любимая. С золотой песней. Какая? Григорий Лепс, я надеюсь? Или моя песня? Твоя! Твоей, конечно! Сейчас было нежительное предположение. Но давайте Лепса потом послушаем. Вот любимая песня у него, замечательная. Юля тоже очень любит. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, шедевр же! Ой, спасибо, спасибо. Так приятно. Автор-исполнитель студии, Александр Пунаёт, между прочим. Вы знаете, я эту статуэтку держу у себя на самом видном месте, правда. И каждый день, проходя мимо неё, загадываю желание, чтобы она у меня была не единственная. Так как мы не были у тебя дома, где у тебя самое видное место? Признавайся. Вот прям на входе, прям на столе, где я ем. А ешь ты на входе, прям, да? Прихожу домой голодный, прихожу и сразу ем, прям в коридоре. Ну, вообще, на самом деле, очень много сильных дат в этом году. И надо загадывать желание, и всё будет, вот и всё. Например, вот нам же в новостях сказали, что 22.02.22. Это вот все хотят в этот день обязательно расписаться. Кстати, хорошая идея. Осталось только найти с кем. Так уж прошло. Нет, 22.22. Будет только, да. Ты чего, только будет. А, всё-всё-всё, да-да-да. Да, поэтому ещё есть время. Вообще, это год любви, кстати. Кто сказал? Кто, все говорят. А, серьёзно? По всем прогнозам, это год любви, понимаешь? О-о-о, хорошо. Поэтому, каждую песню пишешь с любовью, она точно выстреливает. Ну, ладно, ладно. Вот, кстати, миллионы как написались? Да. Вспомни. Это был карантин, самый первый, локдаун. Ну, собственно, когда все сериалы были просмотрены, и все плюшки съедены, я вспомнил, что есть инструмент. У меня рояль. Вообще, вообще, это музыкант. Да, что я, как бы, оказывается, ещё музыкант, сел и написал. И как-то сама пришла. Удивительное дело. Текст долго не мог придумать. Припев придумал я, куплеты придумала моя подруга. И мы вот как-то вместе соединились. Угу. Класс. Ну, а было ощущение, что вот она, наконец, вот она? Граммофонная. Было ощущение. Я вообще не показывал её ещё месяц никому. А потом показал своей жене. Она говорит, вау, так это ж хит. Отправляй срочно на Лепсу. Я отправил Лепсу. Лепс тут же перезванивает, представляете? Такого не было никогда. И говорит, Сашка, классная песнюшка. Записывай. Я спою. Спасибо, Сашка. Классная песнюшка, я спою. Я говорю, да ладно, Гриша, тебе понравилось? Да, классно. В общем, мы её сделали, аранжировал её ещё. Всё, свели. И как-то вот отослали на русское радио. И, собственно, год спустя золотой граммофон. Ну, в общем, короче, мечты сбываются. С тех пор тебя посещало подобное вдохновение? Может быть, уже там новое что-то? Конечно, новое. Скоро вам отправлю. Буквально чуть-чуть ещё. Заинтриговался, заинтриговался. Подождите, да, к весне, я думаю, да. Слушай, вот сегодня, давай так, к жизни чуть-чуть, к обычной. Вот сегодня церемония прошла открытие зимних олимпийских игр в Пекине. Ты вообще со спортом как? Я люблю спорт. Да? А ты вот следишь за олимпиады? Вот помимо музыки там всего? Да, я с удовольствием слежу. Я и буду следить весь февраль, я собираюсь. Я, честно говоря, не посмотрел открытие, но видел пару моментов сейчас в интернете. Я ехал сюда. Красиво было, да. Китайцы могут это делать. Вот, и с удовольствием болею за нашу сборную. Я очень желаю им победы. Независимо от того, конечно, жаль, что мы идём под нейтральными какими-то флагами и знамёнами, но, тем не менее, я уверен, что наши победят, и наш гимн всё равно будет звучать. Пусть даже не официально, а где-то там... Ну, в сердце точно, да. В сердцах. И у нас на русском радио. За каждую золотую медаль мы будем ставить гимн России. Это круто, да. А ты сам в зимних олимпийских видах спорта могёшь? Нет. Ну, коньки, лыжи, бобслей, кёрлинг могу, кстати, да. Бобслей нет, лыжи нет, коньки пару раз вставал, но тоже не моё. Вообще, я как бы зимой в спячку впадаю. Серьёзно? Чемпион мира по сну. Хорошо, а летняя олимпиада, там что-то есть? Теннис есть? Вот летняя, да, ближе, плавание, вот что-то такое, бег, ходьба, вот такое. А нет, я абсолютно, знаешь, как день с сурка, вот мне нужно достать, я посыпаюсь, и я вот могу предсказывать там, да. Вы знаете, слышали эту новость про сурка? Это ужасная. Ужасная новость, да. Так я знаю, что с тобой надо делать, а что за новость про сурка? Мы тебе сейчас расскажем всё, и потом посовещаемся, можно ли рассказать слушателю. Я знаю, что надо с Сашей сделать, поскольку он в спячку впадает, надо его ввести в Сочи, класть полусонного в Боб, в Сочи можно прокатиться на настоящем Бобе, представляешь? Да, на Олимпийской трассе, вот реально. Сколько это стоит, дорого? Нет, это не так. Ты уже спросил первое, что я спросила, сколько это стоит? Нет, честно, это, ну, это, ну, как бы, правильно, да, ну, по сравнению с ценами, которые есть в Сочи, я не помню, Макс, честно, сколько это стоит. Ну, то есть, это, если бы это было вау, я бы это помнила, да, то есть, как бы, ну, и всё, кладём тебя в Боб, и ты просыпаешься, скорость 113 километров. И новый хит! И ты олимпийц, сразу! Нас не догонят! Да, да, да. Александр Панайотов у нас сегодня в гостях. Добрый вечер. Добрый-добрый. Мы остановились на Олимпийских играх, что ты, в общем, в зимних видах спорта не силён, но болеть будешь. Да, я безумно люблю ещё фигурное катание, я всегда вздрагиваю, когда смотрю. О, наша тема! Да, фигурное катание, ты же на ледниковом периоде не участвовал как участник, но... Но сидел в жюри. И ещё исполнял песню. Да. И под неё катались. Да. Так. Ну, как ты всё-то знаешь, откуда клонится, поклонится, записывается эфиром. Скажи, пожалуйста, не было желания, когда в жюри сидел там или когда исполнял песню и все катались, вот пойти поучаствовать? Нет, они меня зовут, конечно, каждый год, но у меня травма колена. А я думал, скажешь, психологическая. Психологическая тоже после. Смотрю, как танцуют другие и не хочу. Это ужасно. Нет, просто действительно, если бы я упал там, то я бы уже не встал, поэтому я не могу. А что с коленом? А у меня когда-то была какая-то травма, я упал, у меня что-то там порвалось, и мне там зашивали, и в общем, мне пока нельзя. Я думаю, пока и вообще в принципе нельзя становиться особо... Но я хочу сказать, что я участвовала. Это, конечно, фантастический проект совершенно. Фантастически сложно. Как вы это делаете, я не понимаю до сих пор. Ну, он тебя так влюбляет в себя, этот проект, что невозможно оторваться. Просто лёд обладает 100% какой-то магией. Ещё есть одна особенность у льда. Ну, это правда. Ты как будто бы перестаёшь вообще стареть и плохо выглядеть от слова совсем. Ну, то есть это правда абсолютно точно, магия льда. Ты просто перестаёшь автоматикать или ещё что-то. Ты стоишь всё время свежий. То, что нам надо. Это нам, да. Я вам вот клянусь. Мы как отёчные люди. Сейчас ближе к холодильнику. Без мешков под глазами. У тебя всё время какой-то очень свежий румянец. Я всё время смотрела, а я, главное, смотрю на ребят, которые участвуют в ледниковом периоде. Сколько лет этому проекту. А полное ощущение того, что они вот как зашли в проект. 60-летние юнцы. Ну, то есть как бы, ну, то есть они так же, как вот много лет назад, они выглядят так же. Реально. Я считаю, что лёд вообще это просто, ну, если, конечно, без больших нагрузок, понятно, что колени, позвоночник, да. Вы падали там на льду? Были какие-то травмы, да? Были. А что, не падали? Падали, вставали и катались дальше. Всё правильно, да. Поэтому я считаю, что тебе точно надо, все твои фанаты зайдут с ума. Слушай, Саше надо всё-таки петь, ему нельзя рисковать, ему в тур ехать скоро в гастрольный. Вот об этом ты нам расскажешь через пару мгновений. А ещё, а ещё нам, между прочим, расскажут. И вообще, ну, может быть, нам уже не понимать, Юля, эту тему. Мне кажется, у него будет дёргаться глаз при слове Евровидения. О, Боже. Вот, мы ждали эту реакцию. Так это правильно, мы-то ждали такую реакцию, а все твои поклонники и фанаты, знаешь, как ждут? Там же баталии идут в интернете. Сейчас Александр придумает очередную 118-ю версию, дождитесь. Саша Панайотов у нас сегодня в гостях. Обещали всем, что поговорим с тобой про Евровидение. Прости, что давим тебе на больную мозоль. На больную на мозоль, ребята. Ну, это же дежурный вопрос, уже у всех ассоциируется. А Панайотов где-то было уже. Панайотов где-то было уже. Может быть, уже как-то это? Что, как-то? На Сан-Рема поехать и всё. Можно сказать, да. Да, ребят, я даже не знаю, что ответить. У меня день, вот знаешь, день сурка, у меня год сурка. Каждый февраль у меня начинается, вот моя фамилия, она муссируется так вот, она как-то кем-то вбрасывается. Ну, я, честно говоря, даже рад, что мои поклонники не оставляют надежды. Лицо Евровидения в России, Александр Панайотов. Ну, скажи, всё равно на всякий случай ты готовишься, песню выбираешь. Ну, мне кажется, про запасы, да, хорошо. У меня всегда есть песня про запасы, и если собрать вообще все песни за эти года, это был бы классный, крепкий альбом таких евро-хитов. Это запасной альбом из запасников. Есть он, понимаешь, он есть. Каждый год я готовлю песни, и в этом году я, честно говоря, не буду кривить душой. Тоже готовлю. Я отправил уже, кому надо, вот. Но я не знаю, честно говоря, мне до сих пор никто ничего не ответил. И я, честно говоря, я уже думаю, что это буду, конечно, не я, но посмотрим. Слушай, во-первых, в мечту и в желание нужно верить до конца. Во-вторых, у нас впереди 22-е, мой второе, 20-22. С самого утра пишешь на бумаге. 22 письма. Визуализируешь, да. Все твои... Письмо счастья, да, да. Все твои сейчас фан-клубы, которые слушают тебя 100%, 22-го, 0-2-го, делают то же самое. Но в конце концов... Это что-то, знаешь, из Блиновской марафона. А не в том, что дом должен открыться. Энд Барановская. Энд Барановская, да. Какой-то должен открыться дом, какие-то, знаете, денежный дом, дом Евровидения. Возможно, он должен... Кто-то, короче, дверь открывается нашего дома, закрывается. Саша такой ушел в глубокий анализ своих прошлых жизней. Почему у него не складывается с Евровидением, что может быть что-то там тянется в хвост. Не, ну на самом деле самое главное, что ты все равно надежду не теряешь. Нет, нет, конечно. Песня у тебя есть. Есть. Поэтому надежду всех твоих поклонников есть. Потому что я знаю, что большого количества людей реально писали об этом, что расстроились в прошлом году. Потому что вот многие уверены, что ты прям принесешь победу нашему. Саша, а какой уже это по счету юбилейный год, когда ты не едешь в Евровидение или как? С какого мы отсчет ведем? С 2005-го. С 2005-го. С 2005-го? Ну в 25-м, значит. Точно, на юбилей. Да, ну что, я не знаю. Ничего, я сейчас посчитала с 2005-го. Значит, это... Мне же будет 100 лет, ребята. О чем я говорю? Александр Панайотов у нас сегодня в гостях. Привет, привет. Еще раз. Саша, я прочитала в издании «Русская теленеделя» о том, что будет грандиозный концерт, к которому ты сейчас готовишься. Это концерт посвящения Уитни Хьюстон, который пройдет 14 марта в Московском театре мюзикла. Скажи, пожалуйста, всем нам и всем твоим фанатам, как вообще продвигается подготовка и главное, что ты будешь исполнять. Всем же интересно. Да, в этом году 10 лет как ушла Уитни Хьюстон и организаторы решили отметить. Не то, что отметить, а почтить ее память. Этим концертом замечательные вокалисты собираются, и меня пригласили, и я очень рад, что я там буду петь две песни. Одну из них «I have nothing» и знаменитый хит Уитни Хьюстон, и другую песню с дуэтом с Маргаритой Пазаян, песню, которую пела Хьюстон с Марая Керри. Это будет красивое шоу, будут музыканты, будут видеоряды красивые, и будут лучшие хиты Уитни. Но тебе как-то готовиться к этому надо, или это действительно та музыка, что ты любишь, обожаешь и поешь часто? Я не знаю, если с закрытыми глазами. Сейчас выпустит тебя ты ее споешь. Конечно, я это все знаю, я уже и пел эти песни, поэтому, конечно, но я думаю, конечно, репетиция будет какая-то, безусловно. Ну, а скажи, пожалуйста, а можно было выбирать, или ты сказал, я хочу петь вот это, или тебе это? Нет? Нет, уже все песни расхватали. Ну, не самое плохое осталось, да, остались суперхиты золотые. Ну, ты поешь, к счастью, не только чужие песни, но у тебя есть своих хороших вагон, и ты с ними отправляешься на гастроли, мы знаем. Да, отправляюсь на гастроли. Вот, Юля мне выписала, я потому что все забыл. У меня Подмосковье, вторая половина марта, начало апреля у меня Сибири, Дальний Восток, всем привет оттуда. И 26-го числа апреля, 0-4, да, 6-го, 0-4, Санкт-Петербург, перенесенный концерт уже несколько раз. Я думаю, надеюсь, что он состоится, поэтому все питерцы, всех вас жду. И гости. И гости, да. И вообще классный повод поехать в Санкт-Петербург на Сапсанчике, или как кому удобно, в Санкт-Петербург. Ну, надо какую-то интригу из серии «Только на этом концерте я...» Только на этом концерте я спою несколько новых классных песен, поэтому... То есть тебе же есть чем порадовать, как раз будет премьера, да? Будет несколько премьер. Мы тут попытались Сашу за эфиром, что за песня, я говорю, «Медлячок» или «Быстрая». Он говорит, как это ты называл, тазовращательная? Тазовращательная. Так что разминайте таз, и в Петербурге вас ждет вращение. Да, кручу-верчу, запутать скачу. А мне вот интересно, вот на гастролях в Дальний Восток ты сказал, да? А вот остается время как-то, не знаю, крабов там поесть, посмотреть, походить, может на рыбалку на какую-то сходить. Ну, что тут такое? Я все время хочу поехать на океан, но не попадаю. Но в крабовый магазин я все время заезжаю, закупаюсь. А вообще обидно вот так вот, казалось бы, да? В каких местах побывал, но по сути ничего не видел, да? Видел, да, вот так обидно, да. А куда бы все хотелось вернуться, чтобы основательно прям посмотреть? Вот какие-то места зацепили по России? Да много чего. Алтай, Калининград, юга наша очень классная, Ростов. Вот, я только что говорил, я прилетел из Ростова на Дону, и мне показывают Дон, я говорю, красивый, но темно, ничего не вижу. Летом, летом, летом. Да, летом красный. Я бы сошла с ума, хорошо, что я не артист, честно, потому что я просто, я не знаю, что бы я не спала, наверное, но как-то прилететь в город, да, не посмотреть, обидно. Конечно, не спать нельзя, голоса нет, петь нельзя. Да, я понимаю, то есть надо мало-то что долететь, надо еще и выспаться, чтобы голос был, да? А еще когда ставят три концерта подряд, Сахалин, Владивосток и Хабаровск, у тебя просто три дня подряд, ты еще и с перелетами, ну, все, короче, это жесть, поэтому, ну, не приходится. Ну, скажи, а, например, вот когда в Ростов-на-Дону приезжаешь, ведро раков на сцену кто-то выносит в концерте? Есть такие люди, есть такие, наши люди всегда есть так. Ну, ты ешь, берешь, я делюсь, у меня команда, у меня музыканты. Нет, нет, не берем, естественно, и подарки не принимаем. Обращаемся, кстати, к Дальнему Востоку, где у тебя совсем скоро будет тур, это какие, какое время? Потом повторим, сейчас классная песня, подвигаться на пятницу же. На-на-на-на-на-на-на, у нас Александр подает все непрестные. Неожиданная подводка. Саша, мы вычитали, что вы с Екатериной, с супругой, живете на две квартиры, видитесь только по ночам, так пишут, а почему так? Мы видимся, мы 24 часа в сутки вместе, но так случилось, что наши квартиры рядом находятся, и у меня свое пространство, свои гардеробы, своя музыкальная студия, как бы я там пишу песни, а у Кати рядышком совсем, она там, в общем, а вечером мы воссоединяемся, либо я к ней прихожу, либо она ко мне приходит, и, в общем. Ну, мы, по сути, каждый день... Конечно, мы видим, она вот тут рядом стоит. Не то, что каждый день, каждые три минуты, Мага играет песня. Она знает все, о моем графике, о моей жизни, поэтому, конечно, да. А сложно вот так вот, вот, многие говорят, вот, тяжело и работать, и жить вместе, и вообще нет. Нет, да нет, у нас только, у нас вообще взаимопонимание абсолютное, поэтому нет. Я представляю, у тебя огромная гардеробная, наверное, да? Да, да, нет, это даже вообще... Ну, расскажи, интересно, да. О скольких комнатах нам интересно. Ну, у меня очень много, мне пришлось выкупить два помещения в подвале дома для того, чтобы наполнять это все вещами, которые... А куда ты одеваешь то, что уже тебе переставит нравиться? Отдаю. А такого не бывает. А почему ты вот пришел сегодня без сумочки, чтобы мы могли посмотреть что-то? Забирай просто, да, просто... Какой у тебя рост? У меня 190. У тебя? Постираю в горячей воде, оно подсягнет, будет то, что нужно, ура! Не, вот так вот, серьезно, насчет вещей, вот у тебя на сколько вещи хватает? На один раз, там, ну... Ну, я редко, когда выхожу на сцену в одном и том же. Да нет, у тебя стиль фантастический, Саша. Вот прими-ка, я не знаю, кто им занимается. Да, и кстати, или Катя тебя одевает. Ничем занимается, я сам все занимаюсь, но на самом деле, все методом проб и ошибок, знаешь. Иногда наденешь что-то, посмотришь там в эфире на Мойнбоспо и зачем ты, куда вообще. И так, плюс-минус, я уже подбираю себе гардероб. Каждый раз что-то новое заказываю, ищу, постоянно в поисках. Сам? Сам, конечно. Ого! У меня нет никаких стилистов, поэтому это, конечно, кропотливый труд. И по карманам бьет. Ну, понятно, да. А кто-то есть вот из самых любимых, кого ты считаешь вот прям безошибочным для себя? Дизайнер или еще что-то, да. Рекламочку? Ну, давай. Нет, почему? Интересно. Да нет, есть, конечно, толповые ребята, которые шьют, но они очень дорогие, опять же. Надо зарабатывать очень много. А, это все время стимул. Кстати, у меня есть хорошие портные, которые я вот увижу что-то там в интернете, так фотографию скопирую. Чтобы мне 400 тысяч платить, а вот за 40. Вот так вот мне пошлить, и шьют идеально, идентично просто, поэтому тоже вариант. Хороший выход. Вот, между прочим, чтобы тебе было не обидно, что это очень все дорого, мы тебе расскажем, что сегодня день работы в голом виде. Поэтому, Саша, вот понимаешь? День экономии, Саша, в данном случае. Мы, кстати... Жанка у тебя сегодня концерта нет? Приходите, да, в Питере. Вот вы хотели эксклюзив. Вот, только на питерском концерте. Мы, кстати, спросили у Саши, как он пришел в шикарную форму после новогодних праздников. Он нам рассказал, и вам расскажет через пару мгновений. И Александр Панайотов сегодня тоже вместе с нами. Которого мы обещали спросить, как он пришел в шикарную, как он изгнал из себя Оливье. Я на его пути, полпути только, полпути прошел изгнание Оливье. Я за новогодние праздники наел 7 килограмм, ребят. Это правда. Ого! Ого-го-го! Хороший аппетит! Ладно, у тебя русска, Коти, можно. Ну, нет, но костюмы-то не сходятся, поэтому... Они дорогие, мы помним. Они дорогие, да. Поэтому мне пришлось помнить вместо Дубайска или там Мальдив каких-нибудь поехать в Костромскую область, где существует хороший спа. А я думал, и чистить снег. Костромская область. Костромская область. Какой ты молодец. Боже, там, наверное, еще красиво было, безумно. И что там все делали? Отель. 7 процедур в день. Душарко, бассейны, обертывания, массажи и так далее, и тому подобное. 900 калорий в день. Ты терял? Нет. Всего есть, да? Да, есть. Там вообще какие-то супы на святой воде. Супы на святой воде. 10 дней вот этой вот каторги. Но это очень круто, потому что я приехал минус 4 килограмма уже. И сейчас еще догоняюсь, собственно, вот еще на полпути, поэтому... Молодец. Поэтому мы тебе сегодня еды не предложили. Слава богу. Вечер же, да. Александр Панайотов сегодня был у нас в гостях. Сашенька, спасибо огромное, что пришел. Спасибо большое, что позвали. Да, дай бог, чтобы мы каждый год встречались. Ждем тебя в следующий раз, когда объявят, что ты поедешь на Евровидение. Ура! Александр Панайотов, Юлия Барановская. Максим Привалов. Русская радио. Чао. Не пропустите. Каждую пятницу в 7 вечера. Вечернее шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на Русском радио.